ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сайте G2A идёт отличная распродажа игр. Тут вы сможете найти интересные игры по сниженным ценам. Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите передачу Бешеные Олени. И сегодня мы в очередной раз погрузимся в пучину неадекватности рандома и посмотрим на самых неадекватных игроков, которые сошли, похоже, с ума и начали уничтожать своих союзников. Первый наш пациент — это Супер Першинг. Начал он стрелять просто так по FV-201. И игроку на британском танке приходится отвечать. Супер Перш не прекращает агриться. Он подъезжает, начинает клинчеваться и в очередной раз наносит FV-шки урон, но потом пытается уехать. Правда, FV-201 продолжает перепалку и стреляет по Супер Першу. И в итоге конфликт продолжается. Конечно, можно сказать, что FV-201 тоже в какой-то степени виноват. Хотя что ему еще делать, когда по нему стреляют? И мог бы он, может быть, там два раза вытерпеть, но такое терпение мало у кого присутствует у нас в игре, особенно после многочисленных сливов. И вот только в этот момент FV-201 решил этот конфликт разорвать, но у него не получилось, потому что Супер Перш разбирает по-прежнему FV-шку и уехать ей не дает. Ну и в итоге, конечно же, ее уничтожает. Вот такой вот неадекватный игрок, который, наверное, решил уничтожить FV-шку за сливы в рандоме. Взвод ненавистников арты на КВ-1 в начале боя уничтожает арту. Вот КВ-1 уничтожает М44, а его совзводный уничтожает с двух выстрелов FV-304. Вот как это все было. И такие вот игроки в начале боя появляются все чаще и чаще. Они уничтожают арту и считают, что они полностью правы. Но многие союзники так не считают и начинают заступаться за арту. Ну и другая арта начинает за арту заступаться. Вот, например, FV-304 спускается для того, чтобы отомстить. При этом она даже не играет во взводе с этой уничтоженной артой. И просто это солидарность, я думаю. Ну и арта стрельнула один раз по КВ-1 и дальше этот бешеный олень ее уничтожил. У них фугасницы, а с них, конечно, арта просто улетает в путь. Тип-58 сагрился на этих КВ-1 и начинает по одному из них стрелять. КВ-1, который фуловый, начинает мешать типу и закрывает ему прострел и дорогу. Эти КВ-шки не стреляют по обычным танкам, видимо, только по арте в основном стреляет. Тип-58 несколько раз продамажил этого голубого КВ-1. И потом, как ни странно, два этих голубых решили уехать. Фуловый КВ-1 двигает раненого и вместе они уползают. И, в общем-то, все на этом и заканчивается. Ну, тип еще разок стреляет. И потом эти КВ-1 едут там по флангу, сливаются. Ну, и все заканчивается поражением. Еще один похожий инцидент, который произошел на карте Монастырь. Но тут десятые уровни, все гораздо серьезнее. Е4 уничтожает арту и едет спокойно себе вперед. И тут Тапок вступает за арту и стреляет один раз по Е4. При этом он потом пытается уехать. Но Е4, конечно же, его не отпускает и продамаживает в корму. Е4 уже поголубел от нанесенного урона по союзникам. И тут ему еще в корму присылает снаряд своя же арта, которая тоже, видимо, все это видела. Е4 продамаживает Тапка, который тут подставляет свою корму. Видимо, ему уже все равно, что будет. Просто решила как-то наказать Е4. И просто так не оставила это все без внимания. Ну, и союзники тоже подсобили и уничтожили Е4. Следующий инцидент произошел из-за того, что Борщ написал, что Е6 неуч. И он неправильно написал слово «возьмите». Хотя Борщ в шутку тоже его неправильно написал. Но такой вот юмор у него. И вот из-за этой шутки ИС-6 и его совзводный ВЗ-111 согрелись на Борща. Вот как раз игрок проезжает мимо двух этих тяжелых танков. И в итоге ИС-6 решил отомстить Борщу и начал по нему стрелять вместе с ВЗ-111. Поэтому я и отключаю чата в рандоме. Ну, по крайней мере, стараюсь это делать. Иногда хочется что-то такое написать. Но в большинстве случаев даже какая-то невинная шутка может привести вот к таким вот последствиям, когда союзники вас разберут. И это будет, конечно, неприятно. Потом два этих тяжа едут в атаку. И Тигр, который не остался равнодушным, увидев все это, начал стрелять по-голубому ИС-6. ИС-6 просто пытается уехать и прячется за рельефом, но Тигр его начинает преследовать. Ну и потом, конечно же, когда ИС-6 спрятался, вот эти два совзводных начинают этого Тигра разбирать. Ну что сказать, из-за вот таких вот каких-то нелепых шуток может произойти вот такие вот конфликты непонятные. Хотя, честно говоря, я эту шутку не понял. И я бы лично на месте Борща просто бы отключил чат. И тогда бы таких случаев поменьше было бы. Ну а ИС-6 и ВЗ-111, конечно же, тоже неправы. И 100% они повели себя как бешеные олени. Если вы думаете, что только арта-убийцы творят беспредел, то вы ошибаетесь. Иногда и сама арта тоже стреляет по своим союзникам. И поверьте, это очень даже плохо, потому что еще бешеного оленя можно сразу распознать, а арта может за километр по вам стрелять, и вы даже не поймете, откуда кто по вам стреляет. И, как вы могли видеть, в начале Су-14-2 преднамеренно уничтожает своего союзника на Борща. Просто с одного выстрела ваншотит его. Потом Су-14-2 начинает выцеливать других своих союзников. Естественно, и так понятно, что она это все делает преднамеренно для того, чтобы принести вред своим союзникам. Может быть, у нее сливы, и она так решила, что раз команда сливается, значит, нужно ей мстить. Ну, не знаю, что у этого игрока в голове, просто он творит беспредел. И, смотрите, даже после двух таких смачных выстрелов он не поголубел, потому что арта гораздо реже голубеет, из-за того, что она может большего урона союзникам нанести. Ну, и потом Су-14-2 уничтожает союзника на ИС-3 и голубей их. И Лёва обращает на это внимание, тут уже и так понятно, что слив, и он решает отомстить Арте за ее поступки. Она пока на перезарядке и не успевает выстрелить, и Лёва начинает ее разбирать. В таком случае я совершенно понимаю Лёву и считаю, что он делает все совершенно правильно. Жалко только эту Арту даже не забанит после этого. В начале боя Т-95 зачем-то стреляет по своему союзнику на АМХ-13-90. Еще и ИС-3 тоже почему-то по АМХ стреляет, и оба эти неадекваты голубеют, зачем-то уничтожили бедного светляка, и союзники на это среагировали негативно. Сначала они начинают стрелять по ИС-3, а потом еще и по Т-95. И вот такие вот неадекваты встречаются. Бедного светляка зачем-то слили, и далее союзники разбирают ИС-3. ИС-3 начинает стрелять по Т-95, ПТ-САУ поворачивается после этого и уничтожает ИС-3. Вот такая вот безумная ситуация в рандоме, которая происходит все чаще. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте присылать свои реплеи по ссылке в описании. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.